Уважаемые коллеги, уважаемые участники 18-го Международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия», разрешите поприветствовать вас от имени Всероссийского союза пациентов и поделиться достаточно короткой презентацией, но крайне важную для нас тему, а именно доступность инноваций для пациента, для системы здравоохранения. Тема крайне важна, потому что мы понимаем, что зачастую появление инноваций – это новые возможности, это продолжение жизни пациентов или радикальное улучшение качества жизни пациентов. Вот как раз о тех барьерах, которые существуют на пути инноваций, в путях преодоления этих барьеров, разрешите я и зачитаю свое сообщение. Во-первых, хочу сказать, что, конечно же, данная тема активно обсуждается на ежегодном форуме пациент-ориентированных инноваций, который проводит Всероссийский союз пациентов. И здесь мы видим те этапы, которые должна проходить инновационный препарат, и те шаги, которые, на наш взгляд, должны быть предприняты. Конечно же, должна быть проведена, проведен очень серьезный анализ потребностей в инновационных продуктах. Об этом говорят и российские производители, что они хотят в том числе понимания того государственного, не побоюсь слова, заказа на инновационные препараты, который был бы доведен до них для стратегического планирования, понимания в том числе востребованности определенных молекул, потому что разработка инновационных препаратов – это всегда крайне дорогостоящий процесс. Конечно же, ускоренная регистрация инновационных препаратов, развитие цифровых технологий – крайне важное направление. Об этом направлении я также скажу позднее, потому что цифра – это действительно всегда сопровождает инновационные подходы и является неотъемленной частью внедрения любых инновационных продуктов. Государственная поддержка на всех этапах жизненного цикла препарата, прелестность терапии, мониторинг результатов этой терапии, систематизация программ. Каких программ? Да разных, как программ развития фарминдустрии, так и программ льготного лекарственного обеспечения и национальных проектов, потому что во всех этих программах существует место для инновационных препаратов, инновационных методов лечения. И вот с синхронизацией у нас проблемы. У нас проблемы с преемственностью, у нас проблема с включением пациентов в эти программы, потому что, к сожалению, до сих пор мы знаем, что льготное лекарственное обеспечение идет с акцентом на обеспечение людей с инвалидностью. Хотя мы понимаем, что раннее начало лекарственной терапии, современной инновационной лекарственной терапии во многом позволят избежать этой инвалидности, профилактировать столь плачевные последствия. И вот насчет профилактирования здесь, конечно, сложнее, потому что в нынешней пока конструкции мы должны дожидаться, когда человек получит инвалидность, и только после этого у него появится право на льготное лекарственное обеспечение. Конечно, финансирование лекарственного обеспечения, потому что, как бы ни говорили мы о разных системах, синхронизации и так далее, мы должны понимать, что если мы хотим повысить доступность лекарственной терапии и в первую очередь инновационной лекарственной терапии, то мы должны понимать, что на это требуется дополнительное финансирование. И, кстати, очень интересный диалог идет об источниках, возможно, в источниках дополнительного финансирования, есть разные идеи. И я считаю, что тема финансовая, как бы не было тяжело, как бы мы не понимали сложность текущего периода, она должна звучать честно и откровенно, и должны быть четкие подсчеты необходимых трат для рывка вперед. В части лекарственной терапии. Развитие дистанционных и форм торговли, и дистанционных вообще форм взаимодействия с пациентом, ускоренное включение в программу государственных гарантий, потому что, я неоднократно говорил, доступный препарат это не равняется зарегистрированный препарат. Только после погружения какого-то лекарственного препарата в программу госгарантий, в программу льготного лекарственного обеспечения, мы можем говорить о какой-то доступности. Мы не можем считать препарат доступным, если пациент вынужден продавать имущество, брать кредиты или обращаться в благотворительные фонды для того, чтобы получить доступ к терапии этим препаратом. Поэтому крайне важная тема – это именно ускорение включения инновационных, современных препаратов в программу государственных гарантий. Ну и все это невозможно, пока мы не ведем понятийный аппарат, мы не ведем определение современного инновационного препарата для того, чтобы создать соответствующий правовый режим для обращения этого препарата у нас в стране. Я хочу сказать, что мы постарались, знаете, в виде таких разноцветных позиций определить существующие проблемы, которые, к сожалению, пока не нашли своего воплощения, позиции, по которым есть определенный прогресс или уже есть частичное решение. И позвольте буквально на несколько слайдов остановлюсь поподробнее на тех моментах, которые нас крайне волнуют. Но мы разделяем позицию о необходимости реализации ценностно-ориентированного здравоохранения. Считаю, что оно очень перекликается с пациент-ориентированным здравоохранением. Ценностно-ориентированный подход является совершенно логичным продолжением модели пациента-ориентированного здравоохранения, потому что все усилия должны быть направлены на конкретный результат. А если мы говорим, что в центре всего пациент, то этим конкретным результатом должно быть повышение качества и продолжительности жизни пациента. Вот, собственно, оценка эффективности лечения, на наш взгляд, как раз должна измеряться подобными критериями. И здесь что же мы видим? Мы видим разный опыт федеральных и региональных программ. Мы видим разную часть НКО в этом процессе. Но в первую очередь нас крайне настораживает такая сложная ситуация вокруг формирования перечней лекарственных препаратов. И мы знаем, что заморожен перечень ВЗН. Мы знаем, что далеко не все препараты, подавляющее большинство, к сожалению, препаратов, которые были рекомендованы еще в прошлом году комиссией, профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации, так и не попали в соответствующее распоряжение правительства. Они так и не были включены в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Существуют сложные дискуссии о такой бальной системе прохождения препаратами комиссии. И существуют разные проекты, которые нас несколько настораживают. Мы боимся, что определенные подходы к бальной оценке окончательно отсекут препараты, инновационные, дорогостоящие препараты. И просто даже не будет возможности вывода их на обсуждение на комиссии. Мы в открытом диалоге с правительством Министерства здравоохранения. И я выражаю надежду, уверенность даже, что в рамках такого общественно-государственного диалога мы сможем найти компромиссы и пути решений выхода из этой ситуации. Но пока ситуация достаточно острая. Мы видим некий прогресс в обсуждении крайне важных формы оказания медицинской помощи. Такой, как стационар на дому, стационар замещающих технологий. Мы видим в части реабилитации, например, появление дистанционных методов реабилитации. Они уже зафиксированы в соответствующем приказе. Нашли свое отражение в механизме оплаты через систему обязательного медицинского страхования. Но термин «стационар на дому», хотя он присутствует в нормативном документе, он не развернут до конца. Мы, опять-таки, возвращаясь к федеральному и региональному опыту, видим, что в отдельно взятых регионах есть какие-то зачатки погружения такой формы оказания медицинской помощи как стационар на дому в программы, территориальные программы госгарантий. Но мы считаем, что должен быть системный, федеральный подход к более широкому применению очень интересной формы оказания медицинской помощи, которая, кстати, находит свое воплощение как раз и в реализации лекарственной приоритетной терапии современными инновационными препаратами. Потому что когда-то терапия проходила только в больничных стенах, и пациенты просто не выходили из больниц, сейчас благодаря современной терапии данная терапия может проходить дома, но требует определенных тоже инновационных подходов к организации этой помощи. мы видим подвижки введения регистров, сейчас широко обсуждается проект постановления правительства о введении нозологических регистров, и считаем это большим шагом вперед, потому что, знаете, поэтапно мы ставили только вопрос о том, что такие регистры должны быть, должно быть право, так сказать, на их существование за счет, в том числе, государственных программ, государственной поддержки. Мы знаем, насколько сейчас регистры зависимы, именно подлинные нозологические, клинические регистры зависимы от внебюджетных источников, спонсирования компаний, а это всегда такая нестабильная ситуация, потому что компании руководствуются по понятным причинам коммерческими интересами, сейчас им интересно поддержать какой-то регистр, завтра это может быть уже неинтересно. И вот в начале были поправки соответствующих 323 закон, сейчас мы видим во исполнении подготовку уже подзаконного акта постановления правительства и возлагаем большие надежды на все-таки формирование нормативно-правовой базы для работы таких регистров и их интеграции в целом в систему, единую государственную систему цифрового здравоохранения. И здесь надеемся действительно на то, что в обозримом будущем такие регистры заработают на постоянной основе, с государственной поддержкой, и мне кажется, в данном, так сказать, аудитории не надо рекламировать целесообразность, необходимость введения таких регистров. Для нас это, для всех нас это важно, для врачей, для пациентов и для государства в целом. Если мы говорим о развитии цифровых технологий, то я об этом немножко, с вашего позволения, скажу позднее. А сейчас остановлюсь именно на теме обеспечения доступности инновационных лекарственных препаратов и технологий, их обращения и финансирования. И здесь мы видим, что, к сожалению, несмотря на все разговоры, не запускаются в целом бюджетноэффективные модели закупок, это и риск-шеринг, и переговоры, и многое другое. Об этом много говорится на разных площадках, практически какие-то разовые примеры на региональном уровне, никаких системных подходов мы здесь не видим, и это крайне прискорбно. С другой стороны, мы видим, что сдвигается с мертвой точки ситуация вокруг, вот я говорил в начале презентации о необходимости изменения понятийного, так сказать, аппарата, да, и введение понятия инновационный препарат появляется в законодательстве России, мы надеемся, в ближайшее время появится определение высоко технологичный лекарственный препарат, и как раз под этим определением нам видится, будет регулироваться обращение современных инновационных препаратов. Наконец-то законопроект внесен в Государственную Думу, и есть также проект руководства по препаратам особой значимости, к сожалению, неопределены каналы финансирования этих препаратов. Если мы говорим о препаратах особой значимости, то это решение на уровне Евразийского экономического сообщества и АЭС, то есть мы видим подвижки, мы видим перспективы того, что сначала появится понятие этих препаратов в российском законодательстве, следующий шаг мы видим особый правовой режим, и в том числе формирование каналов, понятные системы финансирования, погружения этих препаратов в программу государственной гарантии. И, конечно же, мы увидели, как очень серьезный шаг вперед, как новую модель лекарственного обеспечения, и в том числе лекарственного обеспечения, это создание и функционирование фонда «Круг добра». Оригинален и источник финансирования, мы знаем, что это дополнительные целевые налоги, подоходный налог. Это более гибкий механизм работы, и в том числе «Круг добра» использует переговорный процесс при подготовке к заключению контрактов. «Круг добра» закупает, может и закупает, не зарегистрированные на территории Российской Федерации препараты. Поэтому, конечно же, совершенно однозначно мы считаем, что это большой шаг вперед. Но хотелось бы подобный шаг увидеть и в части обеспечения взрослых пациентов, в том числе взрослых пациентов с редкими орфанными заболеваниями. Ну и, наконец, хочу сказать, что такой пример диаграммы. Мы недавно провели опрос пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Там были как хронические пациенты, так и пациенты, которые перенесли острое состояние. И в соответствии с федеральным законодательством сейчас в течение двух лет имеют право на льготные лекарства. И посмотрите, мы увидели двукратное изменение отношений пациентов и вообще ситуации по части льготного лекарственного обеспечения. Вот если на вопрос, получают ли пациенты именно те лекарства, которые им положены, 65, более 65% пациентов после острых состояний заявили, что да, получают. И только 28%, практически двукратный разрыв, только 28% хронических пациентов заявляют о том, что они получают именно положенные им лекарства, льготные. Посмотрите, какой серьезнейший разрыв. Хронические пациенты находятся в общей системе, то есть опять зависимость от инвалидности, от многих факторов. А для пациентов после острых состояний существует целевая программа. Независимо от статуса инвалид, они получают в течение двух лет положенные им лекарства. Вот вам, пожалуйста, конкретные опросы демонстрируют эффективность тех программ, которые уже существуют. И это говорит о том, что такие программы надо расширять, и такой подход надо расширять. Ну, как я обещал, возвращаюсь в теме цифры, цифровых технологий. Тоже такие же подходы мы оценили, где не происходят изменения, где есть прогресс, где нашли уже проблемы частичные решения. Если говорить о сохранении проблем, мы видим, что очень тяжело идут электронные рецепты. По-прежнему это пилот, по-прежнему в целом в регионах электронные рецепты недоступны для населения. Это очень серьезно тормозит, конечно, повышение доступности лекарственного обеспечения в целом. Это перегрузка, врачам есть чем заняться, это перегрузка и врачей, это перегрузка лечебных организаций, медицинских организаций, потому что пациенты, хронические пациенты, там где уже возможно дистанционно и выписка электронных рецептов, была бы возможна, по-прежнему вынуждены идти на прием, по-прежнему стоять в очереди, по-прежнему получать бумажные рецепты, хотя в ряде регионов мы уже увидели, насколько эффективна и полезна система внедрения как в целом электронных рецептов, так и дистанционных выписки. И мы видим позитив как со стороны врачей, медицинских организаций, так само собой и сами пациенты. Не решены вопросы с регистрацией искусственного интеллекта как медицинских изделий, потому что требуют свои подходы и невозможно лекала, общие лекала на медизделия относить к таким сложным продуктам, как программные продукты, касающиеся искусственного интеллекта. И мы надеемся в ближайшее время на изменение подходов к регистрации этих продуктов, внесение изменений в эти продукты, потому что это постоянно изменяющийся процесс, это дополнение, поправки в эти программы, и они должны вноситься в минимальные сроки. Ну и, конечно, проблема медленного внедрения электронного документа оборота в целом. Мы видим прогресс в этой части определенный, конечно, но мы считаем, что этот прогресс крайне недостаточен на сегодняшний день. Что мы видим из позитива? Мы видим, что стартовал пилотный проект по персональным медицинским помощникам. Пока это только гипертония и диабет, но это очень интересные пилоты, которые, мы надеемся, найдут потом системное воплощение в жизнь, и есть принят экспериментальный правовой режим, есть такой, так сказать, механизм внедрения новых технологий по телемедицине, но он, причем телемедицине консультации врач-пациент, он в конечном счете принят в достаточно усеченном виде, но все-таки несколько расширены возможности медицинских организаций, пока частных медицинских организаций, потому что экспериментальный правовой режим действует только в сфере частных организаций, появляются новые возможности консультации врачами, пациентов, используя телемедицинские технологии. И мы видим более широкое применение доступа пациентов к медицинским документам. Подчеркиваю, мы пока не говорим о настоящем электронном документообороте между медицинскими организациями, и тем более между ведомствами, это крайне востребованная вещь, или между частными медицинскими организациями и государственными. Об этом остается пока только мечтать, надеемся, но об этом говорится и в том числе в позициях органов власти, что придает нам определенный оптимизм. Но пациенты получают все более широкий доступ к своим медицинским документам через порталы госуслуг, через некоторых регионах, через электронную медицинскую карту, как это делается, например, в Москве. Есть успехи по использованию искусственного интеллекта на региональном уровне, опять-таки это московские и ряд других регионов, Москва и ряд других регионов активно рассказывают об этих позитивном опыте. И попытки первой робки оплаты использования искусственного интеллекта за счет средств ОМС. Опять-таки лидером здесь является Москва, потому что, опять говоря об инновациях, мы понимаем, что инновации становятся доступны только тогда, когда понятен механизм, в том числе их финансирования, внедрения и погружения в программу государственной гарантии. Ну и, наконец, важная тема, которую мы тоже не стоим в стороне, это иммунопрофилактика. И здесь тоже есть проблемы, потому что есть современные прорывные вакцины, которые до сих пор не внедрены в Российской Федерации, не погружены в программу государственной гарантии. Есть проблемы с оплатами, ценообразованием на отечественные вакцины. Это нас крайне волнует в условиях сложной эпидемиологической ситуации. И как сложную проблему мы видим, что не выполняется стратегия в этой сфере, которая была разработана до 1935 года, и план мероприятия по реализации этой стратегии. Нет персональной ответственности за ее реализацию. Мы видим, что не разработана и не принята новая редакция календаря прививок, эпидемиологических календарей прививок. И с другой стороны, мы видим, что по определенным направлениям есть движение и расширение вакцинации по конкретным заболеваниям. То есть сочетание, знаете, нерешенных проблем с какими-то подвижками. Я считаю, что это жизнь, и это хорошо, что как бы пессимистический взгляд на жизнь у нас все-таки не позволяет возобладать в нашем сообществе. Я считаю, что есть все надежды и возможности к тому, чтобы совместными усилиями экспертного сообщества, медицинского сообщества, профессионального, пациентского органа власти мы реализовали дорожную карту, о которой я говорил в своем докладе дорожную карту пациент-ориентированных инноваций и действительно приблизили эти инновации к самому пациенту, спасая его жизнь. Я благодарю за внимание и хотел бы поблагодарить за приглашение к участию в данном Конгрессе. Надеюсь, что доклад был интересен. И еще раз повторю, мы открыты к сотрудничеству и надеюсь, что совместными усилиями те проблемы, о которых в том числе я говорил, найдут свое решение. Благодарю за внимание. Всего доброго.